Министр иностранных дел РФ Сергей Викторович Лавров и президент Публичного акционерного общества Транснефть Николай Петрович Токарев подписывают соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел РФ и Публичным акционерным обществом Транснефть. Продолжение следует... Уважаемый Николай Петрович, дамы и господа, коллеги, друзья. Мы только что в вашем присутствии подписали соглашение о сотрудничестве между Министерством иностранных дел РФ и Транснефтью, одной из крупнейших в мире компаний по трубопроводной транспортировке нефти, государственным оператором магистральных нефтепроводов России. Конкуренция на мировых рынках усиливается, в том числе с использованием, к сожалению, недобросовестных методов. Растет протекционизм, появляются закрытые торгово-экономические блоки. Все это, конечно же, требует наращивать экономическую дипломатию, помощь российскому бизнесу, его деятельности за рубежом. Это один из безусловных приоритетов российской дипломатии. О необходимости повышения отдачи от этой работы, необходимости более активной борьбы за внешние рынки неоднократно говорил президент России Владимир Путин, в том числе на совещании послов и постоянных представителей России за рубежом в июне прошлого года, а также в своем послании Федеральному собранию 1 декабря. Важной частью такой работы остается укрепление взаимодействия между Министерством иностранных дел и флагманами российского бизнеса, в том числе, конечно же, нефтегазового бизнеса, в русле реализации внешнеполитической доктрины Российской Федерации. На системной основе оказываем дипломатическое сопровождение транспортным проектам, которые реализуются с российским участием. Разумеется, мы приветствуем расширение деловых связей предприятий энергетического сектора России с иностранными партнерами. Хотел бы отметить усилия Транснефти по развитию взаимодействий в рамках Международной ассоциации транспортировщиков нефти, так называемого Пражского клуба. Мы исходим из того, что конструктивный диалог по линии этого форума будет и далее способствовать совершенствованию обмена информацией в нефтетранспортной отрасль и формированию новых маршрутов экспорта российских энергоносителей, устранению искусственных препятствий на их пути. МИД России уже имеет соглашение с целым рядом отечественных ассоциаций и компаний в топливно-энергетической сфере. Это и Роснефть, и Газпромнефть, и Росатом, и Лукоил, и Союз нефтегазопромышленников. Уверен, что подписанный сегодня документ будет важным подспорьем в деле углубления разнопланового сотрудничества между отечественной дипломатической службой и Транснефтью, внесет полезный вклад в общую работу по эффективному решению масштабных задач, связанных с продвижением и защитой внешнеэкономических интересов Российской Федерации. Еще раз благодарю наших коллег за сотрудничество и выражаю уверенность, что сегодня мы сделали новый шаг в том, чтобы это сотрудничество обрело новые качества. Спасибо, Сергей Викторович. Уважаемые коллеги, документ, который мы сегодня подписали, имеет очень важное значение, и поскольку он свидетельствует о том, что взаимоотношения между компанией Транснефть и Министерством иностранных дел вышли фактически на принципиально новый уровень. И я хочу, Сергей Викторович, поблагодарить МИД за вот это доверие, которое оказано нашей компанией. И, по сути дела, это знак качества всей внешнеэкономической деятельности нашей компании. В лице Транснефти МИД получает надежного партнера, который всегда готов подставить плечо при проработке, при решении вопросов международного энергетического сотрудничества. Дипломаты всегда могут на нас рассчитывать и на помощь компетентных специалистов, на поддержку, на все виды сотрудничества. Конечно, это намерение подписать соглашение о сотрудничестве, оно возникло не за один день. Мы уже много лет в хорошей динамике, сотрудничаем с МИДом, особенно при реализации очень крупных, важных народно-хозяйственных проектов, как, например, ВСТУ в направлении Азиатско-Тихоокеанского региона. Это направление Китай в рамках СНГ. И при реализации программы импортозамещения здесь Транснефть в контакте тесном с коллегами из МИДа сумела в короткое время реализовать, по сути дела, уже два проекта. Один из них по производству передового оборудования для нефтепроводного транспорта с итальянскими партнерами. Завод в Челябинске уже работает. Второй завод полным ходом идет его строительство. И в 2018 году, в первом квартале, в России появится новое предприятие по производству силовых машин и электроприводов для насосного оборудования, также с итальянскими партнерами. МИД и посольство, и представительство МИДа за рубежом, они активно помогают внедрению или выходу на международный рынок нашего продукта. Это современные, порой даже не имеющие аналогов, мировых оборудования для диагностики нефтепроводов, для контроля утечек. Очень большой интерес к этим разработкам транснефти. И здесь, с помощью МИДа, мы, конечно, смогли сделать буквально прорывные, такие вот очень эффективные результаты. Ну, кроме того, у нас активно ведется работа на участках, так сказать, гуманитарного сегмента, в частности, серьезные усилия и МИД, и мы вместе оказываем для развития площадки форум «Форт Рос». Это такая точка кристаллизации в российско-американских отношениях, которая позволяет сохранить доброе начало и постепенно его развивать. Теперь уже достигнут согласия, что этот форум будет проводиться два раза в год. Один раз в США, один раз у нас в Изборске. Ну, кроме того, вот с помощью МИДа, мы очень признательны за такую помощь, были распространены в порядка 60 стран, получили национальные библиотеки, университетские библиотеки, получили сорокатомное издание летописного свода царя Ивана Грозного. Это хроника истории человечества с библейских времен до 16 века. Транснефть участвовала в издании, переиздании этого редкого такого фолианта. А МИД помогал распространить его по самым крупным литературным, библиотечным, культурным центрам в мире. Ну, я могу перечислять здесь много, где мы вместе, совместно работаем, в том же фонде Горчакова, уже не один год. Мы довольны тем, как складываются наши отношения там. И я должен сказать, Сергей Ильич, что мы хотели бы поблагодарить наших коллег из МИДа за доверие, постараемся его оправдать. Спасибо. Спасибо, Николай Петрович. Я хочу еще раз подчеркнуть важное значение сегодняшнего мероприятия. Не потому, что оно просто формализует наши отношения, а на самом деле в соглашении, которое мы сегодня подписали, есть целый ряд направлений, которые как бы кодифицируют сделанные, но и намечают очень такие большие, важные перспективы на будущее в интересах страны, в интересах задач, которые поставил президент, включая, конечно же, самый главный наш приоритет – делать все, чтобы в конечном итоге мы обеспечивали экономический рост страны, улучшение положения наших граждан. И здесь у нас обоюдный интерес – это то самое частное государственное партнерство, которое в большинстве случаев является оптимальным ключом к решению стоящих перед нами проблем. Бизнес демонстрирует социальную ответственность, о целом ряде гуманитарных проектов, только что Николай Петрович сказал, а дипломатия демонстрирует экономическую ответственность, ответственность за то, чтобы наших бизнесменов, так же, как и наших граждан, никто не дискриминировал на международных рынках и, в принципе, в международных делах. Еще раз я хотел бы поблагодарить Николая Петровича за наше сотрудничество и пожелать всем нам удачи в выполнении достигнутых договоренностей. Спасибо. Спасибо. Спасибо.